Тебе не страшно раскачиваешься так, а? Азовала, файл томбе. Ба, да, надо делать атенсион. Она даже не хотела прийти с ней тройки, а даже не лиман. А, да, надо делать астонию, а? Ябеда, ябеда, корябеда, соленый огурец. Всем зрителям пламенный привет! У меня внеплановые выходные дни, потому что приехала мама моего супруга, и, в общем, мы ничем не занимаемся. А еще, когда две женщины в доме и только одна ванная, мы были готовы только в 11 часов и 11 минут. Поэтому все, что у нас осталось, это сходить в магазин, купить какие-нибудь продукты к обеду и ждать жужуку. А пока мы по саду ходим и непонятно, чем занимаемся. Что-то уж больно меня мучает подозрение, что время коляски уже прошло. Даже если я беру с собой коляску, она мне как бы служит только как сумка, да? Типа там купить каких-нибудь продуктов и сложить в коляску. Она больше в коляске не хочет ездить. Постоянно из нее вылазит, поэтому, кажется, скоро за ручку буду ее водить. Помощница мамина. Все складывает, да? Давай, я тебе дам. Подожди, это тяжело будет. С этой стороны надо. На, на, огурчик эти положи. Салат. Да, салат надо положить. Только чуть-чуть, мы всю ленту заняли. Молодец, какая помощница. Девочки и мальчики, на обед я сейчас приготовлю быстренько салат из вот такого вот огурца и листьев салата сделаю. Но, в общем-то, этот кусочек видео будет специально для Аньки, потому что я сейчас покажу, что она купила. Накупила, накупила вот такую вот кровяную колбасу и не поняла, что с ней делать. Я сказала, что ее можно сделать с яблоками. И тогда она сделала большие круглые глаза и сказала, как это с яблоками. А вот так вот с яблоками. Это обычная кровяная колбаса с луком. Но мы сейчас приготовим быстренько с яблоками. Я так особо рецепт показывать не буду, потому что я просто хотела показать, каким образом это делается, чтобы те, кто тоже окажется во Франции в определенный день своей жизни, то приготовили также эту кровяную колбасу, потому что это получается реально вкусно и так нежненько. То есть не какое-то плотное такое блюдо, а получается на обед можно спокойно это покушать. Что касается калорийности. Получается 231 килокалорий на 100 грамм. Но ты больше, чем одну с половиной такой сосиски все равно не съешь. Вот. Из них 19 граммов это жир. Это жир. Всего лишь 3 грамма углеводы и 11 граммов протеинов. Вот так вот. Сейчас приготовим быстренько. Смотрите, я яблочки порезала не такими маленькими долечками. И на слишком разогретой, конечно, на небольшом огне нужно их поджарить немного на масле. Получается примерно где-то 10 минут с каждой стороны мы поджариваем яблочки. Можно вообще просто их оставить, подпекаться, да, немножко и уйти заниматься своими делами. Блин, у меня машинка тут работает. Ну, смотрите, вот теперь яблочки вот так в стороночку, да, и выложим сюда наши сосиски кровяные. И поджариваем на медленном огне с двух сторон до полного запекания. Крышкой не накрывать, не надо, чтобы они воду в себя впитывали, иначе вкус совсем другой. Ну и теперь самый аксесс, как говорится. Когда они почти прожарились, бэм, 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 и бэм. Проткнули и еще 5 минут подождали. А пока я салат забацала из листьев салата и огурцов. И знаете, что я сейчас туда добавлю? А вот чего, у меня укроп теперь растет. Мой собственный, я его сама посадила, сама поливала, и он у меня сам вырос. Немного пока, ну, хоть немножечко для вкуса, тебе травки порвала. Бон аппетит, мами! Бон аппетит, мами! Бон аппетит, папа! Смотрите, что у меня получилось. Такая смешная колбаска, да, ап, рис и яблочки. А яблочки нужно так кусочек брать. Бон аппетит, лена! Берете кусочек яблочка и с кусочком вот этой колбаски. Вот тебе и еда. И салат из огурцов. Я, знаете ли, мелкими шагами буду сходить. Пока купаться не буду. Но вода 15 градусов. Реально, мне кажется, это холодно. Хоть они там многие приходят и купаются, мне холодно. Но, по крайней мере, я оделась в шорты сегодня. И ножки опущу сейчас в водичку. Посмотрим, выдержу ли. Мама сказала, для циркуляции крови хорошо будет. К тому же здесь есть такая штука, откуда вода идет. Можно пяточки помассировать. Да, не, не буду я массировать пяточки. Не-не-не-не, я купаться не буду. Даже пяточки массировать не буду. Не-не-не, я хочу пяточки. Не-не-не, я хочу пяточки. Все террасы поставила вот такие вот горшки. Потому что, видите, расстояние как бы большое. Я все боюсь, что они ножкой туда могут упасть. И вот поставила такие горшки, но они еще пока пустые. Вот. Но я их засажу чем-нибудь. Ну, не знаю чем. Может быть, какой-нибудь это... Петрушка и укроп. Ну, как-то эта чесночная трава нифига не проросла. А вот петрушка нормальная такая. Укропчик тоже. Так что посадим что-нибудь. Чего посадим, Леночка? А, да. А Тео все-таки сегодня купался. А я смотрю, я смотрю. Надо нажать, тогда он будет ехать. Тео сегодня в результате купался. Сказал, что не холодно, но вылез с синими губами. Я так подумала, знаете, я, наверное, закажу себе... Как они называются? Гантельки такие, которые для воды. И попробую заниматься в воде. Но если не работает это. Если как только позанимаюсь каким-то спортом, у меня потом 3 дня спина болит. Сегодня прошла спина, но знаете как? Вчера мне муж наложил на спину зеленую глину с каким-то маслом. И, в общем, он мне наложило. Я ходила целый вечер и к утру проснулась. Вообще как ни в чем не бывало. Ну, это как бы усталость такая еще в спине осталась. Как будто еще там зажим какой-то, да? Как будто... Ну, боль именно ушла. Такая яркая боль, которая была резкая такая, что не сесть, не встать. Это все ушло. Я так думаю, что зеленая глина все-таки работает. Я смотрю, смотрю дочек. Так что попробую еще курс недельку вот так поделать этой глины. И потом, наверное, буду заниматься в воде. Мне кажется, что это должно расслабить позвоночник. И даже если вода холодная, если я, например, днем, потому что днем такая жара, вон я в шортах и в майке сижу. Я, если даже в холодной воде покупаюсь, на 20 минут все-таки же я буду двигаться там. Поэтому мне кажется, что должно помочь, девочки. Должно. Я имею в виду в моем похудении, если можешь так сказать. Нет, не похудение, а рефорсима, это называется. Типа дать силу своей мышцам. Вот. Надеюсь, что мне поможет это. Вот. И буду купаться в бассейне и заниматься с гантельками. Что я слово вот сказала? Сколько раз? Ну-ка, посчитайте, перемотайте еще раз это видео. Мне кажется, я сказала где-то 30 раз слово вот. Скажу вам по-честному. Знаете, когда я просматриваю своих любимых блогеров, влогеров, пока купаю детей? Либо в тубзаке утром. Да. Видали, как я обмоталась? Значит, получается, на спину я глину наложила, потом обмоталась пищевой пленкой, и потом еще такой живот после, как это называется, пояс, после родовой одела и зацепила. Ну вот. И буду вот так весь вечер ходить, посмотрим, что из этого выйдет. Может, спинка перестанет болеть. Вы не пропустили, а то здесь Жужук готовит грибочки, значит, там сметанка и яйца. Но этого не будет на моем кулинарном канале, потому что он говорит, это одно и то уже не надо показывать. Ну и ладно. А вот тарелочки уже, видите, готовые, яркие такие, зелено-красные. Видите, он блюдо подает, и я их беру аккуратненько, рассматриваю, снимаю на камеру, а потом уже говорю что-нибудь. Видите, как красиво сделал. Это яйцо в горшочке с зеленью, с грибами, с ветчиной, салат с ветчиной и хлебушек, чтобы туда макать. О, красота какая, да? И только две головы там торчат. Мамина и жульеновская. Видите, какая высокая эта стойка? Только головы видно. Шоколадки вам покажу, по крайней разговариваю. Смотрите, от Стефана Салюза. Он производит шоколад. Красный здесь есть, малиновый и белый. Подожди, поделимся, ладно? Смотрите, здесь в виде конфетки есть еще вот такие ракушки, мишки есть. Ты какой хочешь, белый или красный? Да. Ну, тебе вот такой, вот такой. Держи. А это мне. Нифига, они себе бутылочку венца купили. А маме? А маме не налил. Это по-другому филом, это барбю. Это посердят мама. Ты уверен, что мы не говорили? Говорят о каких-то самоубийстве, кто кого убил. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok